Как вместить всю себя, если я такая всеобъемлющая, в личный бренд и конкретно в страницу Инстаграм? И надо ли? Я и вот это могу, и вот это могу, и вот это, и все это я про себя расскажу. Да никому не интересно, какая это, понимаешь? И одновременно в двух нишах забирать ассоциации, значит, конкурировать сама с собой. Ты про это или про это? Абсолютно. Они приходят, у них четыре буквки Ж, О, П и А и сложить им на слово счастье. И как? То есть нам приходится выйти за границы этого уравнения. Первый вопрос, готов ли я ассоциироваться с этой нишей? Второй вопрос, может ли бренд реально быстро влиять на деньги? Всем привет, вы на канале Женщина и меня зовут Ольга Чебыкина. Значит, я же мать. Я жена. Ну, второй раз уже. Можно сказать, профессиональная жена, потому что знаем, любим, практикуем, да? Дальше, я предприниматель. Может кто-то сказать, что я инфобизнесмен, потому что у меня есть онлайн бизнес. Я системный предприниматель на ютюбе или ютюб-блогер, или интервьюер. Я спикер-оратор-преподаватель. Господи, какая я всеобъемлющая. Маша, привет. 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 Теперь вот вы увидели лики Ольги, да? Ну, на самом деле, это все такая шутейная достаточно подводка. Я представляюсь исключительно как интервьюер. Это моя основная, самая любимая, не то чтобы ипостась, это просто то, что я люблю и умею делать, и чем я максимальную пользу миру причиняю. Но, почему я сделала такую подводку? Потому что тема сегодняшнего нашего эфира, как вместить всю себя, если я такая всеобъемлющая, в личный бренд и конкретно в страницу Инстаграм. И надо ли? Что из этого выделять? Какую грань? С одной стороны. А с другой стороны, мы уже говорили про тех девчонок, которые потеряшки. По жизни потеряшки. Вот я вроде детей родила и замуж выходила, или что-то развелась, или не выходила, не разводилась. Это не важно. Но к 35 годам я поняла, что я никто. И такие тоже есть. Из чего начинать? Давай разберемся, пожалуйста. Сориентируй меня сначала, как впихнуть невпихуемое. Но, смотрите, в личном брендинге есть такое совершенно четкое правило. Чем уже ниша, тем проще в ней стать брендом. Соответственно, что значит вообще стать брендом? Забрать максимум ассоциаций в этой нише про себя. Соответственно, если ты представляешь много ниш, вопрос, сколько тебе надо приложить усилий, чтобы везде забрать максимум ассоциаций про себя в этой нише. И одновременно в двух нишах забирать ассоциации, значит, конкурировать сама с собой. Ты про это или про это? Абсолютно точно. Поэтому, как бы грустно бы это ни звучало, это звучит для некоторых как приговор, а меня очень часто спрашивают. Ко мне бывает приходит предприниматель, у которых 10 бизнес-проектов. И вот сейчас я работаю в личном консалтинге с предпринимателем. Один из самых крупных предпринимателей своего региона. И у него крупные бизнесы, их много. И там есть другой вопрос. Как найти ту самую ключевую идею, которая объединяет все эти бизнесы. Зонтичный бренд. Да. Он как личность объединяет их все. Как это проявить? И мы сейчас, эта идея есть, мы ее воплощаем. Но до того, как у вас появилось 10 разных бизнесов, мы давайте сузимся до того, что на старте работы с личным брендом надо сужать нишу. То есть, из тех направлений, которые у вас есть, вам нужно определить, какие для вас являются ведущими. То есть, какое ведущее, а другие мы вписываем через подход грани. Значит, первое. Как определяем ведущее направление? Предположим, вы занимаетесь двумя проектами. Ну, там, например, работаете на работе финансистом, и параллельно с этим обучаете танцам. Или, например, вы нутрициолог, и параллельно с этим вы возите, организуете детские лагеря. Вообще, легко такое совмещается. Или вы визажист, и вместе с этим вы адвокат. Легко, да? И вот у вас стоит задача строить личный бренд. Как? Вот некоторые делают что? Они делают два аккаунта в Инстаграме, ведут две стратегии в Инстаграме, на одном 500 подписчиков, на другом там 700, и ни оттуда, ни оттуда заказов нет, времени тратится много, усилий уходит много, результатов нет. Тактика не работает. Чтобы сократить усилия и так далее, нужно выбрать нишу. 7 основных критериев, которые мы предъявляем к тому направлению, которое мы берем ключевым. Я скажу несколько. Первый критерий, это внутренний ответ на вопрос. Готовы ли вы ассоциироваться с этой нишей? Правильный вопрос. Приходит предприниматель, у него пластиковые окна, вот он ими занимается, у него бизнес по этой теме, он приходит строить личный бренд. Зачем пришел? Все идут, я пришел. Да. Ну, на внучку, это не дешевое удовольствие. У меня консалтинг стоит там 330 тысяч рублей. Человек приходит на этот консалтинг. И, как бы, я говорю, ну, окей, ты готов, то есть ты реально хочешь стать человеком number one, человеком ассоциированным с этим рынком? Нет. Мне все понятно. Бизнес работает, объемы, все хорошо, все устраивает, мой регион со мной. Понимаешь? То есть нету там тяги. Зачем ему строить личный бренд, ассоциированный с этой темой, если у него все делегировано, отстроено, все работает, все хорошо? И мы начинаем копать, искать из других его аспектов, может быть, благотворительный проект, может быть, какое-то хобби, может быть, какое-то новое направление, может быть, какой-то департамент. Прикольно. Нестандартный подход. То есть с чем тебе приятно и хочется ассоциироваться. то есть что-то с чем ты, понимаешь, если ты он же все шишки собрал, на все грабли наступил, потанцевал, все лавры собрал, да банально для него это, нужно движение, понимаешь, видение, точка мастерства, с чего мы начинали? Я начинаю на точке мастерства с ним прорабатывать, смотреть кубики. То есть в принципе, какие в наборе есть кубики, чтобы из них можно было сложить слово счастье. Они как? Они приходят, у них 4 буквы, буквки G, O, P и A и сложить им слово счастье. И как? То есть нам приходится выйти за границы этого уравнения. Поэтому первый вопрос, готов ли я ассоциироваться с этой нишей? Второй вопрос, если я готов ассоциироваться с этой нишей, проверяем, может ли бренд реально быстро влиять на деньги? Ничто не укрепляет веру в бизнес и в правильность действий, как вовремя заработанные деньги. Конечно. Соответственно, если есть бренды, в которых ты делаешь пост, у тебя сотни тысяч продаж, понимаешь? Есть ниши. А есть ниши, в которых сделка идет полтора года, но потом ты получаешь крупный куш, заказ, да, там буровые установки поставили и так далее. И вот в какой нише проще строить личный бренд? В той, где деньги быстрее, ты видишь эту связку, потому что тогда ты сможешь варьировать. Ты понимаешь, куплю трафик, сделаю вот это, будут деньги. Поэтому желательно выбирать нишу в следующем критерии, чтобы вот эта оборотка, связка, продукт или услуга деньги была быстрее. Самое простое личный консалтинг. Если вы можете продавать свое время, на старте я работаю в личном брендинге, над личным брендом, это очень хорошо. То, что вы видите, я начала это делать, у меня появились заявки, я там сделал 10 тестовых бесплатных там вещей, поднял стоимость, потом поднял, 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 и стал топовым эксперт на своей нише. Самым дорогим, самым узнаваемым. Действие и результат. Да. И третий критерий, о котором я хочу сказать, это, я повторюсь, их всего 7, я сейчас выбираю. Давайте возьмем вот такой, потенциал вовлечения аудитории. Смотри, ниша, консультирование крупного бизнеса по юридическим вопросам. Ну, понятно. Вторая ниша, вторая ниша, как вернуть мужа? Понимаешь, да? Конечно. То есть, если вот приходит девушка, работает в узком сегменте B2B, аудиторские проверки, сложные тренинги и так далее, и второе у нее направление, ораторское искусство. Да, там, конечно, в простой нише конкуренция выше, но вопрос, мы смотрим, есть ли там у человека у тупе, понимаешь, чем пишешь, если он готов ассоциироваться, есть связка с деньгами, он принимает эту нишу, еще четвертый критерий все-таки дам, еще один, ты готов реально, практически нарабатывать 10 часов практики в этой теме. Понимаешь, вот это вот, есть такая вот история про то, что 10 тысяч часов практики в какой-то теме делает тебя мастером. Да. Что такое 10 тысяч часов практики? Это каждый день делать сколько часов? Час, два, три, шесть, чем чаще ты этим занимаешься, тебе есть о чем писать, ты это делаешь, есть чем делиться, у тебя появляются кейсы, примеры, ситуации проживания. Вот я сейчас переехала к тебе, я вчера проводила корпоративный тренинг для компании по брендам Басадорам, до этого я провела три личные консультации, утром у меня еще был прямой эфир и я там работала над новой книгой. Понимаешь, вот он цикл, то есть я вовлечена в личный брендинг постоянно, то есть я постоянно работаю с клиентами, кого-то консультирую, где-то выступаю, веду вебинары, параллельно идет обучение на тысячи человек, которые обучаются в программах и в нашей программе по ютубу тоже, да, совместной. То есть я вовлечена. Как ты будешь строить личный бренд, если ты занимаешься этим делом один раз в неделю, три часа? Все, вопрос как бы исчерпан. И я еще должна сказать, что когда ты являешься супер-профи, я тоже много про это говорю на курсе, и даже в нашем курсе по ютубу, потому что люди приходят с запросом создать ютуб-канал, точно такие же критерии. Готов ли ты в перспективе ближайших нескольких лет прицельно и очень глубоко этой темой заниматься? Когда я с тобой познакомилась, наткнувшись на твои видео в ютубе, я тебя тогда не знала, это вот знаменитая история, да, когда я тебе написала, ты мне сразу ответила, казалось, ты видела мое интервью, я полетела к тебе на интервью для подкаста. В общем, очень все круто завязалось, потом и дружба, и сотрудничество. Первое, что я подумала, обнаружив сначала видяшку, я посмотрела, потом зашла, о, целый канал, думаю, да господи, да что там можно говорить на ютубе про продвижение в инстаграме регулярно, раз или даже чаще, чем раз в неделю, потому что я не профи в этом. Я-то интервью пишу, ведь я могу записать столько интервью, сколько людей на планете умеют артикулировать что-нибудь, правильно? Здесь мне казалось очень ограниченно, но когда я стала смотреть, мне ради интереса даже заголовки, и суть не повторяется. Если ты бесконечно варишься в этой кашу, у тебя каждую неделю новый контент, ты не мусолишь одни и те же сопли. Каждый новый клиент, почему, например, мы постоянно обновляем обучающие программы, то есть наши обучающие программы, они сделаны по какому принципу? Это модульное обучение внутри шаги, и все шаги записаны отдельно, и каждый поток, мы какие-то шаги забираем, ставим новые, потому что в каждой теме появляются изменения и инновации. Новый человек, новый кейс, новая ниша дают нам больше примеров и так далее. То есть для меня важно, чтобы человек был сапожник с сапогами. Есть другой подход, например, человек может строить личный бренд вообще, в принципе, не по профессиональной теме, а по теме своего хобби, или по теме своей какой-то боли, или по теме какой-то своей мечты. Например, девушка финансист, но у нее 100 килограмм, и она хочет похудеть, и она встает на концепцию, это концепция «Путь героя», и начинает писать про процесс. Это другой подход к постоянной личному бренду, это более блогерский подход, я иду по пути, пойдем со мной. Или, например, она работает инженером, и делает стартап, и делает свой инстаграм-блог про то, как она делает стартап. Идем со мной, я заработаю миллион, посмотри, как я это буду делать. Это другой подход, это когда придумывается спецпроект, я обожаю такие штуки, вот особенно такие вещи у нас проходят в личном консалтинге часто, когда мы придумываем какие-то спецпроекты, в рамках которых человек может выстраивать личный бренд. То есть это, по сути, мостик в будущее. Мы смотрим будущее, которое есть у человека, которое ему интересно. Мы придумываем спецпроект, как мостик из настоящего в будущее, помогаем стать контент-стратегией, и он ее начинает реализовывать. И идя по этому мостику, он приходит в это будущее. Получается, на самом деле, опять мы приходим к тому, что личный бренд, это гораздо шире, чем тупо позиционирование в инстаграме или в какой-то другой социальной сети. Ты сейчас сказала про мой ютуб-канал, но он же не только про инстаграм. Смотри, я говорю про личный бренд, а личный бренд это методология личного брендинга, там тема у меня 150 тысяч, понимаешь? А потом упаковка, это любые точки контакта, это инстаграм, это ютуб, это выступление, это спикерство, это личный консалтинг. Знаешь, в мою тему вписывается вопрос, как увеличить стоимость консультаций. У меня есть алгоритм, 8 способов, как увеличить стоимость личной консультации, если человек, допустим, занимается там коучингом, преподаванием и так далее. Это как бы тема про личный бренд или не про личный? В моей понимании про личный, потому что ко мне приходят люди, которые хотят работать над личным брендом, чтобы увеличить стоимость консультаций, понимаешь? И я помогаю им в их формуле включить такие элементы, которые позволяют быть другим, другого качества экспертом и так далее, и так далее. Друзья, всем привет! И получается, вы становитесь свидетелями моего такого видео. сегодня в Неханке. Мы с друзьями отправились в путешествие, потому что границы закрыты, практически транспорт не ходит, в автомобильное, не очень далекое. Мы едем в Казань. Говорим по секрету, никто этого не знает, на инстаграме не писала, вы узнаете об этом первыми. Для чего записываю видео? Для того, чтобы напомнить, что пока мы находимся в режиме ограничений, есть немало радости, которые мы можем доставить друг другу. Не забывайте, что на время карантина действуют скидки на покупку нашего курса школы интервью. Говорите, не боятся 24 урока полноценной энциклопедии коммуникации. Если есть задача, так же, как и я, легко и просто, с первого дубля, как я делаю сейчас, и мне дали буквально одну минуту мои друзья, записать любое видео, учитесь у меня, ссылка в описании. И еще хочу напомнить, что у нас есть совсем демократичный продукт для тех, кто хочет попробовать, посмотреть на продукты нашей школы, понять, подходит вам стиль преподавания, качество видео. Я уверена, вы не разочаруетесь. Это пять моих мастер-классов. Ссылка на них также есть. Они стоят смешные, 690 рублей. Это как раз как не бояться камеры, как записать ваше первое видео. Много полезных, практических, основанных на моем опыте, советов, которые вы сможете применить сразу же после просмотра видео. Желаю вам удачи, дерзайте. На путь-то я пока говорю, сниму очки, не могу очков. Удачи, дерзайте, ничего не бойтесь, все получится. Ссылки в описании и, может быть, запишу для вас еще некоторые видео в следующие видяшки. Пока! Вот я по тем критериям, которые ты обозначила, 4 из 7, определила, значит, кто я в этом мире. Вот, допустим, я интервьюер. С каких сторон еще и как мне себя подсвечивать, потому что не только профессия имеет значение, потому что все-таки инстаграм это живой очень организм, живая материя, и вообще все мы живые и меняемся. Изымать одну грань, заменять ее другой, ну вот на личном примере даже рассказывала. Да, да. Смотри, вот эта тема становится ведущей. В свое время у меня был выбор, у меня было 4 темы для позиционирования. То есть у меня уже начала формироваться методология личного брендинга, и по этой же методологии я поняла, что если я работаю в рамках методологии, я должна выбрать. Да. И у меня стал выбор. Я считаю, что кем буду? Я буду экспертом по нетворкингу, сетевым предпринимателем, я буду преподавателем по продажам, потому что продажи, в принципе, мои первые тренинги, они были про продажи, про продажи, возражения, коммуникации. Или я буду про личный бренд. И я всерьез выбирала между тремя направлениями. На полном серьезе взвешивала все за и против, мы там с Хатей сидели, и выбрать личный брендинг. И все. Сейчас в публичном пространстве из 10 человек 9 знают меня как эксперта по теме личного бренда. И это происходит по методике нашей, произошло очень быстро. Но мне пришлось выбрать. А что делать с остальными темами? Я их вписывала как грани. Вот методология. Основная тема, и дополнительно звучат грани бренда. Это значит, что один раз в 7 дней я могу написать про нетворкинг. Я могу сделать какой-то дополнительный мини-продукт. Я могу сходить на какое-то выступление. То есть 100% выступлений, из них 50% всегда про личный бренд, 20% могут быть про нетворкинг, 20% про ресурсное состояние. Я смотрю процентовку, чтобы она не сваливалась. Я комсомолка отдельная, грань там, я член какого-нибудь совета попечительского там, благотворительностью занимаюсь и так далее. Но что важно, грани не должно быть много. Их тоже нужно выбрать 3-5, чтобы они ассоциировались с тобой. Приведу пример. Очень обострененная ошибка. Веду мероприятие по нетворкингу. Такая закрытая группа и в группах я родила людей на пары. Они должны были за минуту познакомиться друг с другом. То есть я знакомлюсь с тобой, я рассказываю про тебя. Значит, и вот стоят девушки, там человек 30, и вот каждая начинает рассказать про нее. Она такая, она там вот это делает, она вышивает, она там творец, она там работает бухгалтером, у нее там то. То есть другая говорит, эта девушка профессиональный фотограф. И она одну и ту же семью на протяжении многих лет фотографирует в особенные моменты. И у нее таких семей 100. И села. А потом я задаю вопрос. Молодцы, красавчики. Кого запомнили? Конечно, вот эту историю. 100% запоминаемость только девочки-фотографа. 100% Все остальные, я про нее рассказала, я ее запомнила, я говорю, а кто у нас разводит баллонок? А кто у нас там то? Потому что все стараются как? Они встают, надо же покрасовать. И я и вот это могу, и вот это могу, и вот это. И все это я про себя расскажу. Да никому не интересно, какая ты, понимаешь? Вот я свободно говорю на английском языке. Зачем мне это? Зачем мне кричать на каждом углу? Некоторые люди пишут там английский, и ты что, на английском приговоры ведешь? Ты что-то зарабатываешь? Если у тебя хобби, это клуб, где ты собираешь людей смотреть фильмы на английском языке, а потом на английском обсуждать? Пиши, это твоя грань. Конечно. Или если ты собираешься такую же аудиторию привлекать, и тем более там на этом зарабатывать, вести паблик токи по поводу оригинальных там фильмов на английском, все круто. Это очень классно, потому что, какая я распрекрасна, и то, с чего я начала, что это очень часто ошибка, когда я веду тоже тренинги, и прошу людей представиться, когда их не ограничиваешь, они перечисляют самые нелепые факты своей биографии, что там, где я училась, сколько у меня детей, сколько мне лет, что вот этот вуз я не закончила, мужчины упоминают, что они там служили в армии, и тому подобное. То есть полная расфокусировка, и это невозможно запомнить. И в интервью самый плохой вопрос, это расскажите о себе, потому что это значит не обо всем и ни о чем, потому что все мы имеем родителей, имеем такой-то опыт обучения, опыт построения личных отношений, умеем или не умеем готовить, но по большому счету это все одно и то же. А если я профессиональный фотограф и 100 семей снимаю на протяжении 10 лет, это бомба. Да, но при этом потом оказалось, что эта девушка на самом деле, она еще плюс репортажный фотограф, она снимает саммиты деловые, снимала несколько президентов, то есть она очень крутой деловой фотограф. Но на аудиторию женскую она показала ту грань, которая была релевантна для этой аудитории. Все. Соответственно, то же самое в контенте. У тебя основной идет контент твой и плюсом туда включаются грани. Например, какие мои грани? Я пишу про себя, как про маму регулярно, потому что у меня 70% аудитории по статистике это женщины и большинство из них это мамы. Для них это важно. Да, типа как я успеваю и так далее. Второй аспект, я пишу про путешествия, потому что путешествие для меня был трансформационный момент в 2017 году, в конце декабря, я до этого 3 года не была в отпуске. То есть просто не была. И я сделала себе такую зарубу, вызов, что я проеду 8 новых стран. Вот будет хэштег, следите. Цель была научиться так путешествовать, чтобы при этом бизнес рос. То есть, вернее, так делают бизнес, чтобы путешествовать и бизнес рос. И это работает. Я пишу регулярно про нетворкинг, с кем я познакомилась, куда я пошла, какие люди. Сюда же идут интервью. Мои интервью, я себя не позиционирую как интервьюер, я себя позиционирую как исследователь темы личный бренд, а интервью для меня идут в копилочку моего хобби. Это тоже один из инструментов работы, поиска. Да, да, да. То есть я когда беру интервью, я беру через призму, что человек делал как личный бренд, что у него получилось. Я исследую, и я из этих интервью добираю какие-то штуки и вставляю методологию. Для меня это, по сути, как у ученого интерес к исследованию успешных людей. Лабораторная работа. Да. Понимаешь? Да. Я выбираю интересных людей и исследую. Это хобби. Такое ше. Я об этом практически не пишу, а всегда пишу на личной. То есть я свои грани как человека бренда забираю на личную страницу и пишу там об этом. На корпоративной я исключительно эксперт. Ты еще собаковладелец, у тебя есть такая грань. Да, собаковладелец тоже у меня есть такая. Но это у меня в категории семья. Вот туда. То есть семья, дети, собака. Больше всего комментариев в директ, после сторисов с собакой. Котики и песики, ну это вечный тренд, его никто и ничто никогда не перебьет. То есть ты сколько угодно можешь снять шикарное интервью, в которое вложено усилие нескольких человек, монтажа, бессонных ночей, подготовки. Просто заведи себе доберманчика и... Ты говоришь, ограничьтесь тремя пятью гранями. А если условно, мы опять же возвращаемся к тем, кто плохо себя понимает, кто запутался и заблудился и кажется, что вот тут это близко к депрессивным состояниям, что я вообще шел не туда и что мне делать и кто я такая по сути, для чего я вообще здесь. Если кому-то не хватает, с каким минимумом можно начинать, чтобы стартовать. Если вы находитесь в ситуации, что вы пока не знаете про что вы и что делать конкретно не знаете, я рекомендую вам на начальном этапе просто почаще выходить в люди с открытым вопросом. Какая есть модель реализации себя, которая мне подойдет? И с этим вопросом вы идете к разным... Вот идете на нетворкинг, вот элементарно, смотрите предыдущее видео про самопрезентацию. Делайте простую самопрезентацию через призму. Я сейчас в поиске новой темы. Я знаю, что я творческий человек, но пока не нашла как себя в новом качестве применить, я в поиске. Скажите, а чем вы занимаетесь? А почему вы любите свою профессию? А вы вот в своем предназначении или нет? Просто идите и говорите людям, а как вы нашли свою тему? То есть прям идите к людям и спрашивайте их. И это может быть блог про исследование, как люди находят свое. Понимаешь, я сейчас просто даю кому-то идею блога. Энергия появляется, когда ты что-то делаешь. То есть вот что ближайшее вы можете сделать? Что можете попробовать? Пойти, не знаю, завести кота. Котоблог, например. Или там пойти начать рисовать какие-то картины. Тоже вариант. То есть начните что-то делать плюсом к тому, что вы делаете обычно, что будет включать ваши какие-то творческо-эмпатичные, коммуникативные вещи, которые вам доступны. И тогда путь усилит идущий и постепенно вам будут открываться двери, окна. И вы будете дальше, дальше, дальше. В какой-то момент вы поймете о, нащупала и начинаю педалировать. Супер, мне кажется, это очень крутой совет. Помимо этого всегда помогают вдохновляющим образом на меня и на большинство людей, с кем я общалась, действуют какие-нибудь крутые биографии известных людей, биографические фильмы. Это то, что нас просто закруживает в вихре вот этой жизненной драмы. И вы понимаете, что люди как бы иногда только оттолкнувшись от дна, грубо говоря, такие высоты. Пусть это видео будет очень вдохновляющим. Давай дарить подарки. У меня есть предложение просто попросить людей описать собственные грани. Мне кажется, это будет очень прикольно. И мы таким образом в том числе получше узнаем аудиторию канала Женщины. 100%. Итак, у вас две недели. Рандомным способом мы разыграем супер бестселлер от Маши. Книга в ее руках. Вам нужно быть подписанным на канал Женщины и написать комментарий. Ваши грани. Давайте не личного бренда, о вас, как живого человека, живой женщины. Кто вы по сути? И если вы совсем внимательно смотрели, у вас хватит энтузиазма, вы можете написать все свои грани, но выделить 3-5, которые бы вы выносили в публичное позиционирование. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, лайкайте, пересылайте ссылку подругам. И... Увидимся. Да-да-да, классная книжка, я открываю ее, интересно прям читать. Ха-ха-ха. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Продолжение следует...